Вот этот кабинет, это начальная школа, это ребятишки первого класса сюда зайдут. Стены сделаны, потолочки все у нас сделаны. И теперь мы, конечно, ждем отделочных работ. 130-му Барнаульскому лицею 60 лет. Возраст почтенный, но скоро, судя по всему, он будет выглядеть не хуже молодых школ. Благодаря участию в федеральной программе по модернизации школьной системы образования лицею выделили 76 миллионов рублей. 67 из них пошли на капитальный ремонт. Вместо деревянного пола – современный наливной. Новая кровля, свежая штукатурка и укрепление стен, натяжной потолок. Но главное – заменены все инженерные коммуникации. Повсеместно смонтированы новая электропроводка, системы канализации и водоснабжения. Одним словом, ремонт комплексный, основательный. На потолке у нас проведено электричество, проложено АПС. Это все, что связано с противопожарной безопасностью. Сделаны наводящие вот эти структуры под потолок, под весной Армстронг. То есть работы идут вот в параллели. К такому масштабному обновлению в школе стали готовиться загодя. Еще весной педагоги вместе с родителями освободили учреждения для прихода строителей. Мы 15 апреля уже подготовили школу для того, чтобы зашел подрядчик. Всякими определенными моментами мы помогали ему и двери убирали. Мы помогали, скажем, с металлом, что вытаскивали. Но с подрядчиком пришлось расстаться. Ему не хватило оборотных средств. Контракт расторгли по обоюдному согласию. Это позволило в очень короткие сроки заключить договор с новым подрядчиком. В июле в школу зашла другая строительная организация. Темпы набираем. На данный момент 36 человек на выходе. Сейчас, я думаю, догоним. Человек до 50 получается. Вы сами участвовываете на объекте? Каждый день абсолютно. Каждый день. Все, и суббота, и воскресенье тоже здесь. Без выходных и полный световой день работают строители, чтобы закончить ремонт в срок. Капитальные работы уже на финальной стадии. Осталась отделка. И подрядчик, за которым пристально следят родители, и заказчик комитет по образованию Барнаула, уверяют, к началу учебного года работы будут завершены. На сегодняшний день новая подрядная организация идет в установленном графике. Завершение работы планируется до 1 сентября, и дети пойдут уже в обновленную школу. Строители совместно с педагогами и родителями школьников уже решили вопрос по эстетическому оформлению лицея. Коллегиально определили цвет новых стен в кабинетах и коридорах, плитки на полу. Но конструктивными и внешними преобразованиями в лицее не ограничатся. По федеральной программе модернизации школ всем учреждениям-участникам выделяют также средства на покупку оснащения, новые мебели и оборудование для профильных классов. По этому направлению Барнаульский лицей получит 9 миллионов рублей. Но прежде все же нужно завершить масштабный ремонт. По контракту подрядчик обязан закончить работы до сентября. Ученики лицея, их родители и педагоги надеются, что у нового подрядчика хватит всех необходимых ресурсов уложиться в отведенные сроки. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...